Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришин. Вот справедливо задаться, мне кажется, вопросом, а что же все-таки будет с российской космонавтикой? Мы все знаем, что Советский Союз славился своей космической программой. Великий, великий, не боюсь этого слова, инженер. Да и не только инженер, а человек, который заведовал всеми космическими программами. Готовил космонавтов, разрабатывал все программы подготовки к полетам всего Королев, его разработки, разработки его учеников. Всем этим пользуются, не секрет, нынешние, так скажем, руководители наших ведомств, которые отвечают за космические полеты, за космонавтику и так далее. Значит, сегодня американцы запустили, 9 лет перерыв был, программа Shuttle в 2011 году была свернута. 9 лет американцы летали на российских кораблях «Союз» к МКС, платили за это деньги. Сегодня Илон Маск совместно с НАСА, совместно с корпорацией «Боинг» построили корабль, на котором космонавты вышли на орбиту и направляются, соответственно, куда им надо, к МКС. Это означает, что американцы теперь могут самостоятельно отправлять в космос своих космонавтов, и не только своих, но и своих партнеров, англичан, французов и так далее, и так далее, и так далее. Я, вы знаете, что хочу сказать. Открытая часть бюджета Роскосмоса, Роскосмоса, на 2020 текущий год составляет 176 миллиардов рублей. Это 2,38 миллиарда долларов. Это открытая часть бюджета. Но представим, что закрытая еще составляет столько же. Это будет 5 миллиардов долларов бюджет Роскосмоса на год. То есть это бюджет корпорации, которая занимается всем, что связано с космосом у нас, 5 миллиардов долларов в год. Значит, все дело в том, что согласно отчету управления главного инспектора, публикованного в ноябре 2019 года НАСА, значит, за 70 мест для астронавтов на Союзах заплатила Роскосмосу около 4 миллиардов долларов. Значит, получается, что в мае руководитель института космической политики Иван Моисеев заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем КМКС, который вот сегодня стартовал Илона Маска, нанесет сильный удар по Роскосмосу, который потеряет заказы от НАСА на Союзы на 300-500 миллионов долларов ежегодно. То есть, ну, можете себе представить, да, что если открытая часть 2.38, будет еще столько же закрытой, ну, пусть 5. Так вот, 500 миллионов, это значительный очень. А основной доход, основной доход Ракетно-космической корпорации энергии, РКК «Энергия», производящей пилотируемые союзы, приходится на продажу мест НАСА. Можете себе представить, что у нас основной, основной, основная корпорация РКК «Энергия», которая производит пилотируемые союзы, значит, основной доход приходится на продажу мест НАСА. Не на, так скажем, продажу союзов в другие страны, не на использование самостоятельно, а на продажу мест американцев. Фактически, мы просто-напросто, ну, частично, так скажу, не полностью, но частично, направили американцев к МКС, не только американцев. Наши тоже, конечно, летали, но это значительная часть. На самом деле, можно сказать, что меня возмутило, что Роскосмос назвал 4 миллиарда долларов от НАСА, которые они получили за просто места американских астронавтов, найденные на улице Монеткой. То есть, мне кажется, вот пока у нас функционеры будут считать, что 4 миллиарда долларов – это найденная на улице Монетка, а не относиться к каждому рублю и каждой копейке трепетно, мне кажется, вот будет такая ситуация, как с этим космодромом Восточный, многострадальный космодром Восточный, на который уже кто только не летал, и кто только не ездил, и кто только там уже не возбудил, сколько дел против всех, кого только можно было. Я так и не слышал, чтобы оттуда что-то взлетело куда-то. У нас в последнее время, в принципе, космическая программа, она, я не знаю, насколько она, в принципе, сейчас действует, какие планы Роскосмоса, но тут вдруг Рогозин начал заявлять, во-первых, конечно, вот эта политика обесценивания, все там плохо, все плохо. Они взяли, запустили свой, разработали, запустили. Илон Маск этот, он, слушайте, его не зря называют Королевым 21 века. Автомобили Тесла он делает, сейчас он спутники какие-то запускает, которые летают там, рядом, редком летели, вот люди видели, я имею в виду, что не понимали, что за огни в разных концах земли, да, запустил Crew Dragon, и вот он собирается, что сделать, он собирается покрыть всю Землю интернетом, чтобы подключили Wi-Fi в любой точке, потому что опутает все спутниками, понимаете. То есть это не то, что бьет по Роскосмосу, это вообще его дальнейшая судьба, просто неизвестно, потому что у нас оптимизация во всех сферах, и если они запустили, они спокойно могут... Рогозин начал говорить, давайте создадим свою орбитальную станцию. Ну вот придумать что-то более бредовое, как мне кажется, невозможно. Это, знаете, из разряда поиграть мускулами, что вот вы сами собрались летать, а у нас своя орбитальная станция будет. Представляете, сколько денег надо на эту орбитальную станцию? Мир орбитальную станцию в свое время утопили, она была наша. Решили пользоваться МКС летать. Зачем мир утопили тогда? Потому что денег, потому что нужно было очень много денег на все, тогда денег не было. Сейчас давайте создадим, значит, свою вот эту станцию в космосе. Нам, может, на Земле у нас уже как-то все решилось, все проблемы рассосались. Понимаете, вот меня это просто удивило. Почему? Потому что, ну, создание своей космической станции, кроме траты денег, кроме того, что это... Просто, понимаете, на примере космодрома Восточный можно представить, что будет с этой космической станцией, сколько она будет строиться. Но по факту, по факту я могу сказать, что сегодняшний старт корабля Илона Маска откатил нашу космическую промышленность, я не знаю, на сколько лет назад. Просто вот отбросил ее. Вот и все. И мне кажется, в пору задуматься, почему? Потому что, когда ты берешь любую отрасль, которая у нас есть, и просто не понимаешь, что там происходит, то мне кажется, тут надо задуматься, в принципе, над вот всей системой. Какие у вас мнения? Пишите ваши комментарии. Может быть, кто-то разбирается, что будет все-таки с нашей космической промышленностью. Или, может быть, не все так пессимистично, как я описываю. Кто-то наверняка разбирается больше, чем я, напишет какие-то дельные комментарии. А мне бы хотелось предоставить площадку для обсуждения. Мне кажется, что очень интересная тема. Это также важно, в принципе, как и все остальное. Пишите, ребята, ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кому нравится. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.